Ну а сейчас время поговорить об ипотеке, ведь ставки в России немного выросли по сравнению с прошлым годом. Что с ними будет дальше в этом году и как избежать лишних трат при покупке жилья в кредит, выяснял мой коллега Георгий Подгорный. Перед тем, как начать играть на музыкальном инструменте, его надо настроить. Причины очевидны, все должно быть по нотам. Примерно то же самое и с ипотекой. Но с альфеджио обучаться не надо, все намного проще. А как и на что обратить внимание, сейчас расскажем. Михаил Чабаненко – фронтмен группы «Улица». Для него это хобби, которое может стать чем-то большим. Играют русский рок. Если с музыкой Михаил на «ты», то с делами финансовыми знаком не так близко. Но это не помешало ему взять ипотеку. Оказалось, не сложнее, чем взять несколько нот на скрипке. Довольно просто было договориться с банком. Они мне одобрили этот кредит. Как бы ничего сложного я не нашел, не встретил. Но я понимал, ради чего это – жена, ребенок, желание иметь свое жилье собственное. Сегодня для таких благих целей вовсе не нужно быть искушенным специалистом в мире финансов. Главное – максимально точно определить, сколько в месяц вы готовы отдавать на погашение долга. Именно с этого ключевого момента надо начинать, приняв решение об ипотеке. Для того, чтобы быть максимально уверенным в том, что тот кредит, который берется, он не станет обременением или каким-то там серьезным бременем для семейного бюджета, нужно все-таки брать и учитывать, что он будет очень долгосрочный. Все-таки ипотека берется не на один, не на два, не на пять лет. Она берется в среднем на 15 лет. Я рекомендую брать, безусловно, кредит, платеж по которому составляет примерно 40% семейного бюджета. Логичный вопрос. Почему ипотеку сейчас предлагают по 10 с лишним процентов, а показатель ключевой ставки Банка России меньше – 7,75%? Все просто. По такой ставке привлекают средства сами банки. Дальше идут расходы на выдачу и сопровождение ипотечного кредита. Немаловажно учитывать риски. У каждого клиента смотрят кредитную историю. Чем она надежнее, тем выгоднее условия могут предложить. Опытный финансист Александр Цыганов добавляет. Не забудьте обратить внимание на дополнительные расходы, например, на страховку. Чтобы купить ипотеку, по-любому нужно рассчитать стоимость долг. Кредит. Конечно, это тоже важнейший показатель. Дополнительные платежи. Оценить сам объект недвижимости. Понять, какое должно быть страхование и какой платеж будет по страхованию. И вот после этого мы можем понять, какая же будет ставка конкретная у потребителя. Время подготовить документы. Сегодня их требуется совсем немного. Для того, чтобы подать заявку, потребуется предоставить копию паспорта. С НИЛСа, конечно, нужно взять с работы документ, подтверждающий доход. Либо два НДФЛ, либо заполнить его по форме банка. Еще одна копия, которую надо принести в банк, трудовой книжке или договора. В конце дать согласие на обработку персональных данных. Причем все это можно сделать онлайн. Уже в банке могут возникнуть вопросы, которые лучше продумать заранее. Например, график платежей. Как лучше закрывать ипотеку? Взносы больше, но срок меньше? Или наоборот? От этой простой подготовки зависит многое. Правильно рассчитав силы, можно сократить затраты. Нередко люди перестраховываются и берут кредит с долгим прицелом сразу на 25 лет. Специалисты советуют, если есть возможность, лучше этот срок уменьшать. Ведь при этом и переплата тоже сократится. Бывает так, что человек переоценил. Или как раз напротив, недооценил свои возможности. Но в этих случаях банки сегодня гораздо легче идут навстречу. Многие клиенты приходят и обращаются за максимально возможной суммой, которую они могут получить, исходя из их платежеспособности. Так как кредит все-таки долгосрочный, могут изменяться жизненные ситуации, появляются возможности для досрочного погашения. У них иногда встает выбор при досрочном погашении снижать размеры ежемесячного платежа или уменьшать срок. Здесь тоже все сугубо индивидуально. Современные рынокопотеки не просто широк, но и гибок. Работает множество сервисов, которые призваны облегчить жизнь заемщика. Например, те же платежи можно автоматизировать. Досрочные погашения сделать регулярными. Но вернемся к ставке. С начала года заметен незначительный рост. Средний показатель по рынку 10-10,5%. Задаем авторитетным банкирам вопрос, стоит ли откладывать покупку. Часто такой вопрос задается, например, менеджеру, а стоит ли сейчас брать ипотечный кредит или подождать? Подорожает он или подешевеет? В любом случае, подорожает он или подешевеет, квартира может уйти, которую он хочет купить. Поэтому, если у него сейчас есть потребность именно решить свои жилищные вопросы, взять новую квартиру, например, надо ориентироваться на текущий доход, текущую потребность именно в конкретном жилье. И если доход позволяет, и это комфортно для семьи, то, как правило, люди берут. Но как такое повышение процентных ставок скажется на кошельке? Ведь еще в 2018-м впервые в истории мы увидели самые низкие однозначные ставки по ипотеке. Давайте разберем на конкретном примере. Средний кредит в России 2 миллиона рублей. Еще в прошлом году можно было взять кредит под 9%. При подобной ставке аннуитетный платеж составлял в среднем 25,3 тысячи рублей. В этом году, если мы возьмем кредит под 10%, тот же самый, то платеж составит примерно 26,4. То есть разница будет в среднем чуть больше тысячи рублей. Экономисты уверены, такая минимальная разница вряд ли скажется на решении брать ипотеку или подождать. Следующий этап. Постараемся максимально оптимизировать расходы. Излечь все возможные плюсы от покупки новой квартиры. И тут поможет налоговое законодательство. Известный стереотип. Если речь идет о сделках с жильем, да и тем более о делах налоговых, то якобы нужно собирать огромную кипу бумаг, документов и не только. Мол, даже без специальной подготовки не обойтись. Но на самом деле все обстоит иначе. Например, подать налоговую декларацию можно всего в несколько кликов в личном кабинете налогоплательщика. Там уже будут заполнены персональные данные, сведения о доходах и об имуществе. Остается внести сумму расходов на приобретение недвижимости и прикрепить копию, подтверждающую право на налоговый вычет. Вопреки расхожему мнению, такой вычет можно получать далеко не один раз в жизни. Главное, чтобы в сумме получилось не более 2 миллионов рублей. Каждый раз можно вернуть до 13% от этой суммы, то есть всего 260 тысяч. И это не единственная выгода. Кроме вычета на приобретение недвижимого имущества в сумме 2 миллиона рублей, у нас есть аналогичный вычет в пределах 3 миллионов рублей в случае погашения процентов по ипотеке. В современных условиях многие люди покупают квартиру в ипотеку. И нужно помнить о том, что эти вычеты являются независимыми. Таким образом, можно вернуть из бюджета 260 тысяч рублей и 390 с процентов. Возможная выгода 650 тысяч рублей. Не стоит забывать и про возможность использовать материнский капитал. С его помощью на досрочное погашение части кредита можно направить еще 453 тысячи рублей. Вот теперь все для грамотной ипотеки готово. Как и Михаил Чебаненко к своему концерту. Свет направлен на сцену, публика собралась. Время ударить по струне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова